Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать все томаты, которые в этом году я выращивала. Особенно новинки, которые выращиваю первый раз. Вот розовый титан, это как раз тот сорт, который я взяла нынче на испытание. Но в этом году я ничего не поняла о нем, потому что у нас были такие неблагоприятные условия. Весной было сильно холодно, плоды на первых кистях завязались очень маленькие. Томаты долго стояли в одной паре, а потом наступила такая жара. Вообще нынче, вот в этом году по сравнению с прошлым годом, все плоды у томатов намного меньше. Потому что все знают, что в засуху, в особенно жаркое лето, плоды мельчают. И вот про розовый титан я сильно такого определенного, конкретного мнения не составила. Я сейчас расскажу вам, что говорит производитель о них. И еще раз повторю, свое мнение мне говорить рано о них. На будущий год буду сажать еще раз выращивать. Но сразу скажу, что они вот такие розовые, красивые плоды получились. Такие же, как на картинке. Если они вот на камеру, кажется, что эти малиновые, больше малиновые, а эти вроде как даже не розовые, а красные, то для сравнения я всегда подношу, если мне кажется, что вроде бы он не розовый, не малиновый, для сравнения я всегда подношу помидор красного цвета. И видно, что это вот розовый титан, именно розово-плодный томат. У него такой яркий, насыщенный розовый цвет. При сравнении с красной помидоркой видно, что это розовые. Просто вот эти картинки, они делают, конечно, немного более красочные, чем томат на самом деле. Всегда они у них получаются такие красивые, блестящие, вот ярко-малинового цвета. Хотя в жизни они получаются, ну вот такие они тоже неплохие, но они розовый цвет, вот такого вот густо-малинового у меня не было оттенка. Сейчас прочитаю о нем. Томат розовый титан. Среднеранний сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение детерминатное, высотой 60 см. Плоды округлые, гладкие, розовые окраски, массой 90-170 г до 215. Благодаря отличному вкусу, прекрасно подойдут для свежих салатов, переработки на томатопродукты. Сорт отличается высокой товарностью плодов в 1-2 стебля. Ну все как обычно. Вот из описания мы видим, что если указана масса 90 и 170 г, то это вот такой размер плода я не отношу к крупноплодным. Крупноплодный у меня выше 200 г. 200, 250, 300 и выше. Значит это вот средний размер плода. Он хорош чем? Тем, что он быстрее, чем крупноплодный. Обычно созревает вот такой размер плода. Он вроде бы и не мелкий, потому что томат довольно-таки такой, ну хороший. 200, 100, сколько там, 90, 170 г. Это нормальный средний плод. Вот размер с яблока. Почему я выбрала его в прошлом году в магазине? Именно потому, что написано, что растение детерминатное. Это значит высотой до 60 см. Это значит оно быстро сформирует свой куст. И то, что плоды небольшие, 90 и 170 г, это значит, что быстро сформируются и нальются плоды. И значит нужно ожидать от него как более раннего урожая. Но вот нынче погода нам все смазала. Я его два кустика высаживала в теплице. Два кустика высаживала в открытом грунте вместе с вечным зовом. И про вечный зов я вам говорила, что нижние кисти были совсем маленькие плоды. Там даже не 170 были, а например по 50, по 70 грамм. Вообще маленькие такие. И в этом году ничего о нем говорить не буду. Вот или он сильно хороший, или он сильно плохой. Получилось так, что нижние кисти оказались недоразвитые. Из-за жары многие в кисточках, многие томаты не опылились, не завязались, засохли, отвалились. Но вот такие плоды, просто вам показываю, вот такие плоды. На будущий год посажу еще раз, потому что плоды, смотрите какие, они действительно выровненные, они красивые, розовые окраски. Они вкусные на вкус. Но вот про урожайность, какая будет урожайность и какие они будут весом все. Вот сейчас стало немножко попрохладнее. Вот видите, пошли нормальные вот такие томаты. Именно 200 граммовки такие, под 200. А первые кисти, которые были в жару сформированы, те были намного меньше. Я вообще думала, что даже перепутала может быть сорт. Но вот сейчас, когда подставила я томаты и картинку, я вижу, что это один и тот же сорт. Вот, это розовый титан, на будущий год у него будет второй год испытания. На второй год, короче, я его оставляю. Все, до свидания. Если кто-то захочет его выращивать, я вот вам примерно объяснила, что он низкий, детерминатный, плоды вот такой средней величины, крупноплодных не будет. А, из-за чего я, средние-то вот эти. Вот такие плоды удобно, когда вам не нужно большую массу томата. Вот, например, если крупноплодный, даже сейчас у меня есть крупные, огромные, а есть вот такие. Но мне, если крупный, 500-600 грамм, мне не съесть его, всю помидорку, например, не скушать. Мне нужно, я вот сделала, например, пюре-гарнир, там, котлетку или отбивную. Мне нужно, как в качестве салата, порезать один томатик. Вот, пожалуйста, порционные томаты. 150-200 грамм, это как раз норма человека, которую он может съесть за раз. Если большую помидору я разрежу, куда ее девать? Жара, она испортится. Вот такие помидоры удобно тем, у кого небольшая семья, они не делают большие салаты. Порезал одну помидорку, скушал с чем-нибудь, с мясом или там с картошкой. Очень удобно. Такие среднеплодные томаты тоже должны быть на участке. Все, до свидания. А то я разговорилась опять. С вами была Ольга Чернова, это у нас розовый титан. Ольга Чернова. Продолжение следует...